Владимир Михайлович, поздравьте с международным праздником! Ну, в принципе, я уже говорил, что справа от меня с электромат Горасёв, который первым начал отмечать. Ну, то у нас в России в 2008 году, потом это направление поддержало федерацию международную. Конечно, правда, про него забыли отметить, что он проводил. Ну, что вы, ребята, это, как бы, все говорят, в принципе, с этим согласны, что существует такое понятие фамилия дзюдо. Это специалисты, тренеры, субыги, спортсмены и вообще фанаты, которые любят дзюдо. Вообще дзюдо, как я говорю, это космос. Познать его практически невозможно. Вот мне уже там восьмой десяток, через две недели уже все безданино будут. Познаешь постоянно новую, думаешь, указал, но уже все знаешь, там, все равно где-то чего-то там, что-то увидел интересное, то, чего не знал. То есть, как я помню такое выражение, Дзюгора Канова, как ты сказал, когда дошел до десятого дана, красный пояс, он сказал, что я понял, что я дзюдо не знаю, а дзюдо не знаю. То есть, это путь интересный, познать дзюдо. Он дает много, конечно, ощущений, радости, удовольствия, когда что-то получается. Причем, опять же, мне нравится. Ну, я тоже сторонник такого дзюдо, не силового дзюдо. Вот ребята сейчас знают, что я как их тренирую, стараюсь, чтобы у них голова работала. Не вот это, как я все время Курбону говорю, а чтобы головой работали. И у Дзюгора Канова есть такая фраза, надо бросить спортсмена так, чтобы он получил удовольствие. То есть, чтобы он сказал, надо же, как классно, я проиграл там. То есть, ребят, у нас интересный путь. Вот я, например, уже, получается, 67-го года, 57 лет, получается, я на ковре и не соскучился. Мне нравится до сих пор, получаю удовольствие. Вот от них вот ребята сейчас появились. Смотрю, как они прибавляют, поменялась борьба у них уже в фронтах. Да, конечно же, меняется. Я думаю, что, Владимир Николаевич, каждый день всегда приносит новые ощущения. Тем более, с вашим опытом, с поддержкой Расулы, и вообще, что ребята видят, такая целая, как говорят, семья фамилия. Поэтому, только не плюсы. Ну да, только. Ну что, давайте тогда приступим. Все спортсмены не пьют, поэтому без... Всех с праздником. Можно комфорт налить. Как говорится, чешкай дзюдро будет на здоровье. Вот так. Для здоровья. Для здоровья. Для этого пятнета. С праздником всех. Это вот идея Романа Карасева, как вот сказал Дим Николаевич, класс 8 октября отмечает, вот теперь Международная Федерация. Весь мир отмечает это. 16 лет надо полностью отмечать. Да, вот. В торговом центре отмечали. Что вы знаете, человек, который придумал этот праздник. Затягивает необразные авантюры. До этого момента, как Международная Федерация признала это. Вот это была идея. Так что Международный день дзюдро, как говорится, родился в городе Москва. Где ты сейчас и находишься? Дмитрий Николаевич. А что, я первый должен начать? Конечно. Старший должен начать, чтобы был у нас, говорят, баракян. Все, давайте, начинайте. Мухаммед. Мухаммед.